Значит, 16 апреля, понедельник, мы получили заключение аудиторской проверки, которая шла в последнее время, потому что мы 1 апреля сдали отчеты в налоговую. Вот 16-го завершено формирование отчетных документов по аудиторской проверке. Что можно сказать? Замечаний нет. Значит, компания ведет учет налоговое исчисление и выплату налогового платежей в соответствии с действующим законодательством. Соблюдается непрерывность процесса развития общества, процесса платежей, действий и следствий. Бухгалтерский учет соответствует требованиям, расходование средств соответствует требованиям и в отношении долей, скажем так, соотношение статей расходов. Вот мы не выходим за пределы, которые существуют в подобных видах деятельности, отраслях. Вот то, что он говорит о том, что мы ведем деятельность в соответствии с нашим уставом и заявленными целями и задачами. Единственное, в чем мы проходим по нижнему пределу, это фонд заработной платы. Потому что в процентном отношении по отношению к другим статьям расхода он низок, находится по нижнему пределу. Все остальные, кстати, расходы соотносятся между собой в тех же пропорциях, что и для других компаний, ведущих подобную деятельность. Поэтому наши работники, бухгалтерии, выполнили гигантский объем работы совместно с аудиторами. Это были для них тревожные времена. Но, тем не менее, работа завершена и удовлетворение у сотрудников наступило за свою работу. Ну и у нас, соответственно, удовлетворение и гордость за своих сотрудников, которые свою работу выполнили весьма профессионально. Теперь, что касается информации о компании, задавали вопрос, что когда будет обновлена. Смотрите, значит, сдача отчетов 1 апреля. Сейчас идут все проверки, утверждения, заключения, аудиторы и так далее. Вся эта информация будет обрабатываться. Как только она будет обработана, соответственно, соответствующие органы, соответственно, за это дело, они обновят информацию. Обычно это бывает где-то там после майских праздников. Поэтому, естественно, без, ждите, она обновится обязательно. Второй момент неприятный для тролля и хитера. Значит, мы прошлую пятницу провели очередные тесты двигателей первой итерации, двигателей класса ИЕ-3 выполненных, массогабаритных и присоединительных размеров двигателей класса энергоэффективности ИЕ-1. Это двигатель мощностью 1,1 кВт, 1000 оборотов, синхронная скорость. Это 90-габарит L6 двигатель. Это первый перепроектированный двигатель, можно сказать, первая итерация перепроектирования. Там будет еще три итерации, после чего будет изготовлен первый комплект документации. С чем я и поздравляю всех участников проекта, всех партнеров. Потому что этот момент должен был наступить только после того, когда мы запустим основную площадку. Но, тем не менее, мы понимали, что отставание уже неизбежно, поэтому форсировали работы по габаритам и мощностям, доступным нам для работы сегодня в этих условиях с этими технологическими возможностями. Продолжение следует...